Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня, пока у меня будет длительное путешествие, практически релаксация, я хочу с вами поговорить на вновь достаточно глубокую и серьезную тему, поэтому для тех, кто не будет понимать, о чем я, просто отключайтесь и переходите на другие видео. Ну, а всем остальным осознанным, пробужденным людям welcome! Я сейчас уже говорила, что активно занимаюсь, в общем-то, ментальными практиками, занимаюсь тем, что учусь руководить своим мозгом, ну и вообще, собственно, руководить своей жизнью, потому что удивительным образом оказалось, что существует настолько много крутых всяких практик, которые помогают нам управлять своей жизнью, и удивительным образом в очередной раз, и во время этого карантина, и перед этим карантином очень сильно начало меняться мышление, чему, конечно же, я безгранично рада, потому что это классно, это интересно. И вот, знаете, сегодня хочу поделиться с вами одним инсайтом, который произошел у меня во время выполнения одной из практик, которой я занималась, и сейчас объясню, в чем речь. Дело в том, что в распоряжении у каждого из нас есть самый мощный инструмент, изучая который, мы можем кардинально менять свою жизнь, и речь, безусловно, идет о нашем разуме, о нашем мозге. Ну, я уже неоднократно вам говорила о том, что есть очень очевидные вещи, о которых мы не думаем. Например, давайте, чтобы было все более понятно. Мы все уже знаем, что для того, чтобы наше тело каким-то образом менялось, было красивым, вот как у той девочки, или страшным, как у того мальчика, мы на это влияем. Мы влияем на это тем, какую еду мы употребляем, как мы тренируемся. Мы прекрасно знаем, что, например, красивые мышцы, ну, я мало людей знаю с красивыми мышцами, которые бы не занимались определенными тренировками, которые бы достигли рельефного шикарного тела без занятий в зале. То есть для нас с вами больше не является откровением того, как он это сделал. Как у него это получилось? Интересно. Откуда у него такое тело? Странно. Почему у меня такой живот, а у него такой живот? Мы все прекрасно понимаем, что этот человек тренируется в зале, и мало того, мы даже знаем, что мы тоже можем это сделать. То есть мы понимаем, что мы здесь на равных, что если мы будем тоже тренироваться и заниматься, мы все видели шоу, где толстяки превращаются в крутых, подтянутых, стройных весьма людей. Для нас уже это не ново. Мало того, если какое-то количество лет назад, еще лет 15, фитнес-клубы только появлялись, и это было такой, знаете, страшной роскошью, были какие-то клубы-качалки, в которые ходили какие-то дядьки, ну, туда вообще было неприлично, например, ходить с женщинами, и в принципе людей делили на то, что эти спортсмены, да, еще и тупые, если спортсмен, то обязательно тупой, вот эти спортсмены, а мы обычные люди, мы работаем на работе, нам некогда этим заниматься. То есть сейчас на данный момент культура своего тела, заботы о своем теле, о занятии спортом, ну, это уже часть нашей жизни. То есть уже как бы, во-первых, мы этим никого не удивим, да, если мы скажем, я хожу в фитнес-клуб, такие скажут, вау, правда, ну нет, мы уже этим никого не удивим, мало того, у тех, кто это не делает, уже появляется некое чувство вины и неполноценности, что я этим не занимаюсь, ну, у многих, давайте будем откровенны и честны. Это часть, да, нашей жизни, но можем ли мы предположить, что у людей, имеющих разные результаты в жизни, успешных и неуспешных, что у них есть тоже что-то, как и тело, в общем-то, как у всех, и что вот это что-то другое, которое очень может быть связано с тем, что это вот здесь находится, они просто развивают по-другому. Вы же замечали, что иногда, общаясь или слушая каких-то людей, вы понимаете, что человек думает совершенно иначе. Откуда у нас происходят инсайты? Они происходят как раз от того, когда мы слушаем других людей, что человек под неким другим углом говорит нам об информации какой-то, о какой-то ситуации, и мы начинаем инсайтировать и понимать, что а я-то так никогда не думал. Почему? Потому что мы тупее, ну, как бы, не думаю. Скорее всего, по той же причине, почему у одного тела рельефное, а у другого тела обычное, потому что человек себя занимает, он развивается. Скажите, пожалуйста, если вы будете развиваться тем, что вы едите колбасу, вы же понимаете, как будет развиваться ваше тело. А если вы будете развиваться с помощью физических упражнений, каких-то там, ну, неважно, уже сегодня не всегда нужны какие-то гантели, приспособления, то понятно, что будет расти у вас. То же самое происходит с людьми. Если человек интересен, если человек нестандартно мыслит, если человек заставляет вас инсайтировать, это означает не то, что он талантливее, а то, что он этим занимается. Он занимается развитием своего мозга. И свой мозг можно развивать абсолютно по-разному. Можно развивать его, читая классную литературу или слушая банальные новости. Это уже как бы антиразвитие. Можно заниматься тем, что делать какие-то интересные практики. А практик на сегодняшний день огромное количество. Можно заниматься познанием своего мозга и тем, чтобы учиться думать вашему мозгу тому, что вы хотите в него вкладывать, а не ту информацию, которую он получает извне. Мозг сейчас я воспринимаю, как, знаете, своего такого ребенка. Ребенка, который живет своей жизнью, потому что мама, ну, как бы не особо, мама думает, ну, пусть как-нибудь растет. И ваш мозг, он как-то и растет. Он слушает, он смотрит телек, он смотрит интернет. Ему ничего нигде не запрещают, естественно. Ему весело. Он выбирает там, где ему фановее. Алкоголь, прикольно. Что там, пожрать что-нибудь вкусненькое, прикольно. Новости обсудить, всплетни какие-то, драчки. Ну, я условно сейчас говорю. И ваш мозг, он себя ведет нормально. Никто его воспитанием не занимается. Ничего нет. Но в результате получается, что мы пожинаем плоды своего мозга. Потому что, когда он ведет такую жизнь, когда он наполняет этим, мы-то пожинаем плоды. И в результате у нас, мы все время находимся в какой-то вроде бы суете. У нас все время куча дел. Но качественных результатов в нашей жизни, вроде там путешествия, там я там хочу, там машину, не важно какие у вас есть цели, да, там развития, признания, их нет. Почему? Да потому что вашему мозгу никто не ставил такие задачи. А теперь посмотрите, как интересно. Ведь что показывают по телевизору? По телевизору все время показывают негатив, все время показывают проблемы. Что такое вообще средство массовой информации? Это конкретное влияние на людей. То есть, представляете, влияние, все смотрят это. То есть, если, например, предположить, что через СМИ транслировали бы любую другую идею, вот посмотрите, что произошло с этим коронавирусом, если бы транслировали любую другую идею и учили бы, например, нас управлять нашими мозгами, и сказали бы нам, что то, о чем ты думаешь, напрямую влияет на ту энергию, которую ты транслируешь, вибрации, как называется. Те вибрации, которые отражаются, ты этим притягиваешь ситуацию в свою жизнь. Соответственно, есть логическая связь, ты можешь этим управлять, ты можешь думать о чем-то другом. А теперь посмотрите. Вот есть человек, обычный совершенно, он живет, болеет периодически, зачем-то там работает, не супер много зарабатывает, он включает телевизор. Там говорят, коронавирус. Если вам от 60 лет, вы в зоне риска, человек смотрит, понимает, что ему 65, все, капец. Что дальше происходит? Дальше он начинает переключать каналы, где все ток-шоу, абсолютно вся информация во всех странах, все говорит только об этом. Как вы считаете, человек может излучать энергию уверенного, здорового, сильного человека, когда показывают, что там мрут, гробы несут? Нет, человек начинает бояться. Он начинает бояться. У него начинаются вибрации его страха. Он начинает думать, о боже, я себя плохо чувствую, может быть, у меня уже коронавирус. Он начинает, он впадает в панику. И естественно, что когда наш организм начинает, и наш мозг начинает выделять и вибрировать вот это чувство страха, естественно, что мы в свою жизнь не можем просто никак притянуть успех, деньги и что-то там еще. Да о чем вы говорите? О чем вы говорите? Соответственно, есть другая история, что когда человек уверен в себе, когда человек привык, он достигает какого-то успеха, он привык, что, блин, он всегда срывает потолки, он фигачит, он излучает это чувство, эту энергию человека сильнейшего, мощнейшего, ему звонят и говорят, приходите к нам на эфир, не хотите стать нашей телеведущей, условно? Давайте примите участие. Сколько денег у вас стоит реклама? А вы можете стать нашим лицом? А вы можете выступить на нашей конференции? Да потому что такого человека все хотят, это нормальная история. Вы не увидите ни одной попс-звезды, которая была бы депрессивна постоянно. Да нифига, это все люди, излучающие энергию. А теперь посмотрите сами. Вы можете, оказывается, на это влиять, потому что вы в состоянии в любой момент отключить свой мозг и сказать ему, слушай, хоре, хоре думать об этом, хватит смотреть этот ящик, хватит на этом концентрировать внимание. Мы с тобой имеем совсем другие планы на эту жизнь. Давай-ка тренироваться. И теперь представьте себе, что если бы нас еще в школе учили этому, если бы сейчас такие клубы, как есть для тела, были бы для мозгов. Но нет, у нас это наоборот. Общество очень следит за этим. Вышка, вышка, которой нужно, чтобы мы, нами можно было легко управлять. Что происходит? Людей как бы разделили на духовных. Для обычных людей, что такое духовные люди? У нас такое есть понимание, духовные люди. Духовные люди, это которым, типа, не все равно, что у них там внутри. Это не люди, которые зациклены на деньгах. У нас вот такое разделение идет. И у нас, типа, если ты духовный, ты бедный, ты духовный, ты прекрасный, если у тебя вдруг есть деньги, и ты духовный, обязательно отдавай их кому-то. Это духовно. У нас есть церкви, где большие жирные попы, простите меня, но это правда, очень часто, где большие жирные попы, ездящие на дорогущих тачках, рассказывают о духовности и дают возможность прихожанам целовать их руки и приносить им свои бриллианты. Вот что у нас называется духовной жизнью. У нас люди, если мы говорим о том, что я делаю какие-то практики, то мы сразу представляем себе какого-то буддиста, какого-то человека, отрезанного от реальной жизни, потому что в реальной жизни это все, все это не работает. В реальной жизни хочешь, если ты хочешь быть таким, иди в церковь, будь бедным, отдавай, или там сиди, медитируй где-то. Вот так у нас воспринимается человек. Если я говорю нормальному своему какому-то окружению, давайте там делать практики, я делаю упражнения ментальные для своего мозга, на меня типа смотрят, как на кукушку. Типа, ты что, вообще уехала крышей, вот как у нас принято это называть. И что происходит? А происходит то, что у нас это стыдно, у нас этим стыдно заниматься, у нас это непризнано, непонятно, и считается, что если ты хочешь заработать денег, то ты не можешь их заработать с помощью раскачки своего сознания. Ты можешь их заработать, настроив воронку продаж, и ты можешь их настроить тем, что, не настроить, а ты можешь получить деньги тем, что ты пойдешь руками работать, копать, строить, и так далее, и так далее. А теперь посмотрите на какую интересную вещь, что человек, который что-то думает, когда ты думаешь, ты излучаешь, как я уже говорила, вибрации, некую энергию вокруг себя, то есть понятно, что если ты в горе, то ты притягиваешь к себе всю эту историю. Если ты начинаешь закладывать другие мысли, и просто тренировать свой мозг, заставляя его испытывать определенные чувства и вибрации, вы же можете себе представить чувство радости, например, когда вы себе что-то задумали, загадали, и представить, что вы будете в этот момент чувствовать. Что происходит? Ваше тело начинает излучать другую энергию, другие вибрации. Когда оно излучает другие вибрации, знаете, что происходит? В чем кайф? Оно начинает притягивать другие ситуации. Оно начинает подтягивать ситуации в жизни, которые помогают вам достичь того, о чем вы мечтаете и что вы желаете. Это не означает, что вам это дается, но это означает, что если вы хотите хорошую работу, и вы тренируете свой мозг, что вы эту хорошую работу получаете, что вас могут пригласить на собеседование, вам могут предложить работу, случится какая-то ситуация, которая даст вам возможность получить желаемое. Получите ли вы желаемое, используете ли вы эту возможность, это уже спасение утопающих, но вы можете это притягивать своим мозгом. И следующий вопрос, это уже доказано миллион раз, я думаю, что те, кто в теме, прекрасно понимают, о чем я говорю. И мой главный вопрос, все время, какой, знаете, обидный, заключается в том, почему именно эта информация от нас не то, чтобы тщательно скрывается, она, она где-то, вот знаете, ей не придается значение, ее никуда не выставляют, ее не заставляют учить в школе, так как заставляют учить год рождения какого-то там полководца. А теперь скажите мне, пожалуйста, что бы больше повлияло на нас с вами, и на наших детей знания, имен и всех исторических событий, да, ты, или реальные, ментальные тренировки, которые учат нас, наш мозг, настраиваться на позитивные события, даже не на позитивные, а на те, на которые мы хотим. И это не вопрос позитивного мышления, вы можете убиться, думая позитивно, я думаю позитивно, я думаю позитивно, да, да чертиков, думать позитивно. Важно тренировать свой мозг, чтобы он в течение дня, мы думаем с вами миллиарды мыслей, мы постоянно думаем, у нас же мозг никогда не останавливается, и как вы считаете, сколько реально крутых, сильных мыслей, связанных с достижением ваших целей и роста, за вот этот миллиард мыслей есть в вашей голове именно таких. Ведь если вы понаблюдаете, одно из упражнений в ментальных тренировках, это наблюдение периодически за своими мыслями, когда вы просто в какой-то момент включаетесь и думаете, о чем я сейчас думаю, и вы офигеете от того, о чем вы думаете, вы обалдеете от того, что вы обсуждаете, какие статьи вы читаете, чьи посты вы читаете, вчера интернет содрогнулся, потому что Регина Тодоренко что-то там где-то сказала, ляпнула, очень эмоциональная девочка, сказала, что-то не подумав, не под тем углом, и вот теперь ее лишили всех званий и знаний, и каждая собака считает нужным втереться в эту историю. Вы что, люди, с ума посходили? Вам и правда кажется, что это супер-пупер история, что надо напасть, блин, на эту девочку-пахаря, которая просто, извините меня, столько прошла и проходит в своей жизни, нет, нам нужно на кого-то нападать, а знаете, почему нужно на кого-то нападать? Да потому что вашему мозгу нету других задач, потому что вы своему мозгу не создаете других задач, вы как будто бы это толстая тетка, приросшая жиром к дивану, которая сидит и жрет колбасу. Вы видели когда-то, как тетка приросла кожей к дивану, потому что срала под себя, срала под себя, встать уже не могла. И вот ваш мозг делает то же самое, и когда вы начинаете читать желтую прессу, когда вы в какой-то момент ловите себя на том, что вы уже в интернете сидите херовую тучу времени и ходите и читаете дурацкие какие-то паблики, и вообще вы не понимаете, что вы делаете, скажите себе, «Алло, алло, мой мозг!» «Алло, мой мозг!» Потому что наше государство нам никогда об этом не скажет. Блин, пошел в жопу, еще стоит в окно тут у нее говорит. Наше государство, ребята, нам никогда об этом не скажет. Нам никогда не скажут, ребята, а вы знаете, что когда вы родились, вам дала Вселенная потрясающую возможность получить в этой жизни все, все, что вы хотите. И для этого вам просто нужно об этом думать, настроить на это свой мозг. программироваться на том, что вы желаете. Но нам никто об этом не говорит. Нам говорят, вот телек, вот ты, вот работа, делай. Иди и будь стадом. Так вот, мои дорогие, родные, любимые, замечательные люди, которые меня смотрят. Я очень хочу за свою жизнь разбудить то количество людей, которое я буду в состоянии разбудить. Я очень хочу и буду вам сейчас демонстрировать на своем личном примере, как это работает. У нас есть невероятнейшая сила, это наш разум. И чем больше мы изучаем его, чем больше мы учимся с ним работать, мы его воспитываем, а не живем с ним, как с детдомовским ребенком, до которого нету никому дела, тем круче результаты в этой жизни мы можем получить. И наши результаты могут быть просто безграничными. Я мега счастлива, что я занимаюсь этим. Я мега счастлива, что до меня доходит эта информация. Я мега счастлива, что для кого-то я являюсь человеком, который переносит эту информацию. Не я это придумала. И я супер счастлива, что 1 мая у нас стартует новый поток рерайтер жизни, где мы начнем с главного, где мы начнем создавать свою жизнь и по крайней мере понимать, чего мы хотим. Хотя бы раз в жизни честно ответить себе на вопрос, какой я вижу свою жизнь, где здесь мое место. А затем мы непременно приступим к реализации всего этого. И сегодня я твердо знаю, что нету таких целей, мечт и желаний, которые неосуществимы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А если не понравилось, ну, ничего страшного. Значит, теперь вы знаете, кого вам смотреть не нужно. Все, всем хорошего дня.